Добрый вечер еще раз, уважаемые друзья, наши зрители, мы продолжаем нашу трансляцию для вас. Сейчас у нас пара Face против Well, либо Well против Face, кому как удобнее. Это Top Solo Classic категория VIP, по-прежнему с вами наши комментаторы, то есть я, Александр Немтрикс, а также мой напарник Ваня, сотника Ваня, а транслирует это, оперирует для нас Дмитрий, 55-й. Да, мы снова с вами, наконец-таки дошли до финала Top Solo Classic категории VIP, должен быть, по крайней мере, наверное, интересный финал, все-таки игроки, дошли как-то до этой стадии. Face переиграл очень много сильных соперников, там были у него два раза пенальти, тяжело ему дался путь до этого финала. У Well все было немножко попроще, там у него не было особо титулованных соперников, единственное, Макс он встретил в полуфинале, но сумел переиграть за счет Изиды своей М4. Посмотрим, если пройдет этот финт с Фейсом, все-таки Фейс уже должен быть готов к этому противнику. Да, но стоит отметить то, что у нас карта Долина, где имеются такие двухэтажные сооружения в виде этих холмиков небольших по краям и в центре карты имеются. То есть, это говорит о том, что Изиды здесь не самый удачный выбор в виде пушки, потому что мы знаем, что после обновления, а именно, такого ребаланса пушек, именно Изиды, ей пофиксили углы вертикальной наводки. То есть, она не так хорошо может дамажить вниз и вверх, то есть, только вот буквально плюс-минус 5 градусов. И в целом, Изиды здесь не будет самым лучшим видом пушки. Тем временем, у нас прошли самоуничтожение, игроки находятся в гаражах. Это достаточно такой частый фактор, потому что ожидает, пока кто-то появится на карте, чтобы быстренько переодеться под него, чтобы быстренько доставить первый флаг и потом на конвейере и на качелях все-таки доставлять флажок за флажком. Но уже 30 секунд это происходит. Да, это вполне нормально. Быстрее надоело это ожидание, и вот он надевает викинга смоку и с резистом акул от ТБ. Я думаю, что сейчас Вэлл подденет Изиду, и рикошет одевает, который его прокачан на половину, то есть 24 с 50 шагов. Ну, в принципе, неплохое такое решение, но думаю, что вот за счет того, что Вэлл очень долго находился на респе, он профиткал свой дроп, который сейчас Фейс отлично контролирует, будет за счет него отыграть, даже оставляет аптечку на вражеской базе и доставляет первый вложочек. Ну, в любом случае, все-таки, рикошет неплохая пушка, даже если она у тебя не прокачена на полную. И мы увидели, что у Фейса не имелось резиста от нее, и до сих пор он не стал переодевать, видимо, хочет собрать весь дроп. Да, но сейчас... Но падает в минус, как я понимаю, да? Да, очень неудачный играет Фейс, и сейчас, если Вэлл это заметит, он должен срочно отправляться на вражеский флагшток, брать флажочек и доставлять уже второй флажок для себя. Ну, а у Фейса есть время подумать над своим таким вот небрежным поведением и, возможно, что-то поменять. Надо Вэллу собрать дроп весь на Кате, и по-прежнему Фейс не хочет менять моду, который на нем одет. Ну, непонятно почему, правда. Ну, Вэлла одета тем более саванна, почему он не хочет поменять смыку, мне тоже пока не ясно. Ну, возможно, Фейс думает иначе, возможно, он как-то так присматривается к своему сопернику, подумывает о том, что он будет делать в дальнейшем. Пока мы видим, что Фейс достаточно неплохо расставляет мины вокруг своей базы, не стыдится прятаться вот на этот своеобразный такой проем, канал для кого как удобнее. И сейчас мы видим, что Вэлл стоит, Фейс стоит, потому что Вэлл имеется аптечка, он все-таки ее подбирает и будет, наверное, отправляться уже очередной минус Фейса. Какая-то очень такая неслаженная игра от Фейс, очередной минус от данного игрока и счет у нас 3-1. Очень странно. Это вообще очень странно, что парень в финале падает два раза подряд в минус. И меня смущает то, что он не перед... вот, одевает он, наконец, кетинный громк. Ну, видимо, второй минус заставил его это сделать. Тем временем, Вэлл тоже, недолго, думаю, отправляется в Караж менять свое выражение. Посмотрим, что он сейчас оденет. Тем временем, у Фейса есть неплохой шанс доставить второй флажочек и постепенно уже доконять своего соперника, потому что два минуса, которые нам продемонстрировал Фейс, не очень положительно, сказали, для него. И сейчас ему придется уже отыгрываться. Да, это так. Но интересно, все-таки будет, сможет ли Фейс это сделать. Два флага проиграть за счет таких неудачных моментов, это, конечно, не самый лучший старт раунда. Но Фейс отлично заыгрывает на Кроме, знает про следы на данной карте. И Вэлл сейчас, если я не ошибаюсь, без аптечки, не в самом удачном для себя положении. Фейс отлично отрабатывает Кромом и будет уже сравнивать счет. Были неплохие предпосылки от Вэлла, но они быстро закончились. Тем временем, Фейс сам уничтожается, будет переодеваться, возможно, стоит ему подобрать аптечку, Которая лежит у нас у его базы. Но нет, он думает по-другому. Вэллу нужно забирать броню, отлично. Но Фейс, видимо, не помнит о том, что там имеется аптечка и предпочитает оставить ее для своего соперника. Ну, пока у нас ничего особо не меняется. Игроки держат дистанции друг от друга. Еще Вэлла отыграет аптечки. Если сейчас Фейс заметит тот же рекомплект, который у него за спиной, то будет очень неплохо. Но я думаю, что он сейчас заметил, покрутил башню вокруг своего корпуса и замечает это успешно. И сейчас вот расходка постепенно спадает у Вэлла, и у Вэлла могут уже быть проблемы. И вот Фейс заставляет его так спуститься на подъемчик, чтобы спрятаться и, возможно, перегруппироваться и попробовать что-то другое. Потому что Фейс уже усердно давит своего соперника. Вэлл спрыгивает вниз. Фейс отлично действует. Сбивает траекторию корпуса Вэлла, заставляет его наехать на мину. И если еще раз наедет Вэлл на мину, но пока как-то Вэлл перекатывается с угла в угол, пытается потянуть время, и, в принципе, это получается. Но все равно Фейс первый на возврате, и, думаю, сейчас будет стать уже четвертый флажочек для себя. То есть те два минусы, которые в начале раунда значительно так повлияли на игру для Фейса, и Вэлл был в выигрышном таком состоянии, то сейчас уже совершенно другое. Сейчас Вэлл уже в роли догоняющего, постоянно должен менять свое выражение, собственно, как и Фейс, и как-то пытаться бороться против своего соперника. Да, я вернулся, я уже накапливал, что мы видим, пока я так сходил. Мы видим, что Фейс затроллил своего оппонента, Вэлла заставил его одеть рикошет, но при этом он не поменял Тину, и это большие проблемы для Вэлла, потому что раздамажить Тину полностью прокачану, несмотря на то, что там изначально 50% от рикошета, очень и очень сложно. Мы видим, что Фейс все-таки возвращает свою игру, выходит он уже вперед. И как-то уже чувствует себя более уверенно. Не смог Вэлл у нас удержать преимущество в два флага, которые ему так любезно подарил Фейс двумя минусами в начале. Ну и почему-то не хочет он менять рикошет, была у него такая возможность, по итогу он... да и как раз резист у него одет не совсем верно, и все-таки в Кодяйке нет резиста от Смоки, по итогу он проигрывает уже шестой флаг. Ну, Вэлл сейчас как-то должен что-то менять, постоянно он берет рикошет и берет Смоку. Знаем о том, что данный игрок отыгрывал в предыдущих для себя турах, именно в предыдущем против Максэн отыгрывал Найзии, но данная карта не приспособлена к данной пушке, об этом мы сказали в начале данного матча. И сейчас есть какие-то определенные проблемы у Вэлла, поскольку, насколько я знаю, у него не прокачан гараж, так как прокачан у того же Фейса, или еще одного претендента на гранд-финал Иммортал Хиродов. И сейчас как-то все-таки нужно, возможно, за счет личного скилла, возможно, за счет каких-то предпосылок что-то менять, но мы видим, что очередной троллинг от Фейса проходит успешно. Вэлл тоже соничтожается, но он ошибается. Он думал, что Вэлл будет менять свое вооружение, но Фейс этого не делает. Тем временем Вэлл отправляется в гараж и что-то будет менять. Одевает он тигр. Ну, скорее всего, он одевает тигр, поскольку не захотел терять много времени. чтобы искать какую-то хвою, либо ту же Саванну. Но в любом случае трейдер на 4 флага за полторы минуты до конца. Я думаю, этот раунд идет точно в копилку Фейса. Ну и как-то все-таки Вэлл заторможенным выглядит. Он очень долго не менял свой резист и пушку играл на рикошете против Тины соперника. Я не знаю, с чем это связано, конечно. Да, и насколько мы видим, то что у Вэлла нету ничего фулл прокачено, даже та же смока прокачена всего лишь на 40, большую очередь на 35 шапов, а Викининг на 45. Конечно, на 45 и 50 это не такой большой разрыв, но 35 и 50 все-таки разница ощущается. С тот же смокой, насколько я знаю, с Изидой та же самая ситуация, но с рикошетом еще хуже, потому что, если я не ошибаюсь, там 24 шага всего лишь из 50, то есть даже половины нету. И, конечно, вот по данным показателям преимущество я, конечно, отдаю у Фейса, потому что он более прокачен и более хорошую такую игру демонстрирует, владеет тоже смокой и другими пушками. Ну, а счет у нас постепенно в раунде переходит, возможно, перейдет, точнее, за отметку 10 флагов, но я не думаю, что Фейс успеет это сделать, но в целом 9-5 счет достаточно большой и который за 14 секунд уже не отыгрывается, а значит, что первый раунд уходит в копилку Фейса и счет у нас матч будет 1-0. Ну, пока Фейс переигрывает своего оппонента по всем статьям. Единственный момент, где Вэл мог отыграть как-то в свое преимущество, это было два минуса Фейса в начале раунда. Очень неудачные его действия, но как-то не смог Вэл отыграть именно от этого. Все-таки 2 флага преимущественно можно как-то задехать, затянуть игру, но не стал, как я понимаю, этого делать Вэл. И в итоге проиграл раунд с таким разгромным счетом, я считаю, 9-5. Для финала это достаточно большой. Значит, игра у нас далеко не равная. Все-таки 4 флага при равной игре тяжело проиграть. В голове надо собраться, если он хочет занять какое-то призовое место в этом турнире. Все-таки в нижней сетке там заруба будет совсем другой. Там игроки, возможно, и посильнее Фейса будут. Это, конечно, не факт, но, возможно, и так. В любом случае, они понимают о том, что проигрывать нельзя. То есть, если вы попадаете в нижнюю сетку, то нужно только побеждать. И подход к игре абсолютно другой. То есть, если Фейс понимает, что если я сейчас солью, то у меня еще будет шанс отыграться в нижней сетке. То те ребята, которые находятся в нижней сетке, они уже не смогут так думать, и им нужно полностью настраиваться на игру, подходить слаженно и понимать, что нужно только побеждать. Ну, я так понимаю, Вэл у нас уже занимает топ-3 этой категории, соло. Если он в финале падает нижнюю сетку, да, получается, он в топ-3 входит. Но в любом случае, если ты играешь в турнире, ты все-таки рассчитываешь на победу. Если не рассчитывать на победу, то зачем играть? И как-то надо все-таки подстроиться под Фейса, благо это не так тяжело. Конечно, у противника фул прокачка много чего есть, и резистов, и пушек с корпусами, но вот... Кстати, интересно, есть ли у Фейса диктатор М4? Да, интересный факт, но который я не думаю, что мы увидим на данной трансляции. Можно будет как-то связаться с игроком лично и поинтересоваться. Но мне кажется, что вполне имеет место быть, но мы видим, что если он не использует... В принципе, диктатор достаточно интересный. Такой выбор корпуса на данной карте, что мог бы неплохо так зарешать, но, возможно, все-таки М4 диктатора у него не имеется. Зато мы видим неплохой такой выбор выражения от Фейса Вулкан, который демонстрировал на предыдущей нам трансляции Номад, который, кстати говоря, имеет тоже прописку от клана Вавилон. И вот, видимо, это в них, так сказать, в крови, они умеют играть на Вулкане, и сейчас это нам демонстрирует. Но вообще странно, что он не одел диктатор под этот вулкан. Все-таки это, наверное, было более выгодно, чем Викинг тот же самый. Возможно, но, возможно, все-таки не прокачан его диктатор. Диктатор по умолчанию имеет такое же количество ХП, как у Викинга, но по скорости проигрывает, поэтому, возможно, Фейс все-таки не хочет. Брать диктатор, а остается именно своим викингом, и у него, в принципе, это удачно получается. Но сейчас он берет молот. Ну, это разумно, поскольку у Вэла 50% от вулкана, и здесь нужно менять пушку 100%, и берет молот. Возможно, стоило бы взять какой-то смок, мне кажется, на смоке было бы куда интереснее, но, в целом, на молоте можно тоже неплохо отыгрывать. Сейчас Фейс каким-то странным способом заезжает на своего соперника. Возможно, как-то он пытался его переехать и заехать, забрать аптечку, но Вэл сейчас пытается рикошетом отыгрывать от бортиков карты, но у него это не очень удачно получается. Не знает он, профессионал, на данной карте, пытается как-то навязать борьбу к своему сопернику. Фейс это прекрасно понимает, и сейчас просто увеличит дистанцию своим соперником, тянет его к себе на базе, расставляет минки, подбирает аптечку с респауна, и сейчас будет, наверное, пытаться как-то так вот притягивать к себе соперника, потому что все-таки Фейс может отыгрывать хорошо на ближней дистанции, но рикошет славится тем, что он может отыгрывать от портиков, то есть от стен, но и на средней дистанции. Поэтому, возможно, Фейс сейчас просто стоит ожидать, пока к нему приедет Вэл, потому что он выигрывает 1-0. Фейс не обязательно давить своего соперника, не обязательно куда-то там сейчас, а можно просто ожидать своего оппонента. Ну, рикошет это не совсем явное решение против Кана. Все-таки рикошет тяжело доставать у Кана. Средняя пушка дистанции, да и стенок не так много на долине, дабы отыгрывать от них. Но сейчас Фейс очень неграмотно действует, он уезжает к себе на базу, показывает то, что у него нету КД, мол, Вэл, иди ко мне, у меня все плохо, можешь меня убить. Вэл в это время просто думает, подожду-ка я, пока у меня закончится расходка, пускай ко мне приезжает Фейс. Фейс это делает, приезжает к Вэл, у Вэлла нету никакой расходки, нету ни аптечки, ничего, он просто его раздамаживает, возвращает свой флажочек, ставит второй флажочек для себя, и у него все очень честно. Да, у Фейс пока дела идут хорошо, 2-0 он выигрывает, Вэлл ему пока ничего не может его поставить на данной катте. Ну, слава говоря... Снова я вылетаю с каткой, к сожалению, поэтому лучше идти. Да, ну, к слову говоря, вот эта хвоя, которая сейчас одета на Фейсе, и на секундочку имеет 14 шагов прокачанных, в принципе, если не ошибаюсь, то там прокачка вот этих 14 шагов наверное где-то в районе будет 30-33%, что в принципе имеет неплохой резист от рикошета, который одет на Вэлле, а у Вэлла нету никакого резиста от молота, но парень, ты проиграешь со счетом 2-0, может я-таки задумался о том, чтобы одеть этот резист, одеть тигры, либо одеть тот же Африку, возможно тот же Марс, ну, зависит от того, что у тебя прокачан, но Вэлл считает по-другому, сейчас просто напихивает свинцом своего оппонента, ну, а Фейс просто ожидает, когда Вэлл к нему поближе подъедет, чтобы его раздамажить успешно. Уже Вэлл тоже, кстати, проставляет какие-то минки вокруг минок Фейса, Фейс сейчас наверное будет спрейкивать, возможно будет дальше так стоять, отыгрывать, но возможно стоит ему все-таки подняться. Есть минка, сыграла свою роль, и сейчас вот есть проблема, наверное, для Фейса, объезжает он мину Вэлла, отлично действует, но у Вэлла нету брони. И это будет очередная ошибка от Вэлла, и флаг уйдет именно в копилку для Фейса. Странные очень действия. Но Вэл почему-то не хочет надевать резисты, это самое странное то, что он делает. Я действительно не понимаю, почему он играет в граффити, против молотра. Ну, у него было несколько возможностей переодеть свой резист, но почему-то он не захотел этого делать. Сделал-то только сейчас. Берет он Тигр, берет молот, который, к слову говоря, тоже у него не полностью прокачан, и будет добивать своего соперника. Но это только повод для Фейса пойти переодеться. Но Фейс так и не думает, он не хочет терять свои флажки и сразу срез поубой. Тоже прожимает почему-то не Тру, вместо чтобы прожать ДДшку. Очень странное решение, возможно, просто не попал по клавишам. Бывает и такое, возможно, какое-то залипание, то в целом сказывается на игре. Но да ладно, один флаг это только начало. В принципе, Фейс сейчас мог бы тоже переодеться, но почему-то он думает по-другому. возможно, возможно, просто дает шанс оппоненту как-то так вот попытаться противостоять ему, потому что пока что идет только в одну калитку. выходит, пока все устраивает, он выигрывает чате и в принципе не стоит ему может ничего менять. Да-да-да, я замечаю, что он вырубает Тру, устраивается сходу, это очень странный выбор, мог он не додержку подключать. Ну, мы видим, что в дуэле молот на молот конечно проиграет Фейс, потому что нету никакого резиста у него. Возможно, все-таки надо это сделать, потому что два флага именно от Вэла против нуля от Фейса это не очень хорошо. Тот был 3-0, сейчас уже 3-2. То есть все-таки надо менять резист, не нужно ослаблять спуск. То есть если ты давишь соперника, то дави его до конца и берет он вулкан. Ну что ж, неплохое решение, если бы он сейчас еще успешно так поднялся, но он это делает, отыгрывает тут аптечки и все правильно делает, но Вэл ошибается, приехав к нему туда, где выпадает аптечка и думал, что его обыграют, но не тут-то было, Фейс все-таки опытный игрок, отыгрывает от ремкомплекта, который выполнил на базе и обыграет своего соперника. Да, очень четко он действует, контролирует дроп, и сейчас, я думаю, будет увозить свой четвертый флакский и все. Не вижу, я переодел для резиста вэл, надел вилон граффити, скорее всего, да. и все. Вообще-то у нас становится час-два, и уже у Вэл большие проблемы, у нас здесь буквально полторы минуты до конца, и ему что-то надо сделать, но, собственно, фейс пока доминирует, конечно, у нас на кайте, не может ничего сделать Вэл, особо осознанного, да и фейс контролирует дроп. Как-то Вэл заторможенно поступает. Да, вот сейчас есть у него неплохой такой вариантик доставить третий флажочек, на 0 хп, правда, он, но все-таки поставит этот флаг, и если сейчас еще сумеет обыграть своего соперника, возможно, оставил бы ему сам уничтожаться, но Вэл думает по-другому, на 0 хп едет к самому сопернику, и это очень глупое решение, по моему мнению, все-таки нужно было бы уничтожиться, и потом уже только отправляться к нему на респе. Ну вот, Вэл дождался аптечки, которую он мог бы приберечь на будущее, но нет. 30 секунд до конца, Фэйс сделает счет 5-3, и второй раунд уходит тоже в копилочку Фэйса, это нам говорит о том, что Фэйсу достаточно сыграть третий раунд в ничью, либо выиграть его, как он посчитает нужным, и будет дожидаться уже суперфинала, либо просто финала, сейчас у нас финал верхней сетки, дожидаться соперника, который подойдет к нему чуть попозже, именно с нижней сеточкой. Тем временем, ребята, я напомню вам о розыгрышах, о том, что при 50 зрителях мы добавляем плюс 1 голдоприпас, мы разыграли уже 2 голдоприпаса, разыграем еще, если не ошибаюсь, 3, поэтому оставайтесь с нами, следите за тем, что пишет модератор в чате, следите за тем, что говорю я или мой напарник Ваня, также хочу сказать, что при пиковом таком соотношении с зрителем, если будет 300 человек, то мы разыграем для вас 2 инвайта на закрытый бета-тест, а также 10 тысяч кристаллов, поэтому смотрите трансляцию, слушайте нас внимательно, а также можете задавать какие-то вопросы в нашем модератном чате, благо они присутствуют, если что-то вас интересует, вы можете у них спросить, они вам с радостью ответят. Тем временем, у нас буквально остается несколько секунд до начала, возможно, все-таки третьего и последнего раунда для фейса, либо Вэлл что-то продемонстрирует необычно и сможет подуэль со своим оппонентом и обыграть его. Пишут ребята, что 300 тысяч зрителей, ребята, это не 300 тысяч зрителей, это просмотры нашего канала. Зрители пишутся слева от данной цифры, сейчас я вижу, что 221 зритель, уже 270, круто, круто, именно там, где вот такой горит красный человечек, если можно так сказать, именно то онлайн. И если там онлайн превесит за 300, мы разыграем 2 инвайт-кода и плюс кристальчики. Поэтому зовите своих друзей, смотрим вместе, потому что вместе веселей. Да, наконец-таки я вошел на кайфе. Ну, все-таки, мне кажется, фейс должен дожиматься противника, явно он сильнее выглядит, если не будет делать глупых ошибок, то, мне кажется, скольно разобрется на третьем ряунде с Фэллом. Жалко, конечно, что у нас не 300 тысяч зрителей на трансляции, было бы, что круто. Но я думаю, что на твиче еще никто не набирал такую сумму, то очень-очень так заманчиво смотрится и, возможно, когда-нибудь все-таки танки онлайн покорят данную цифру, и это будет очень круто, и наши зрители тоже будут в восторге от данной цифры. Тем не менее, у нас начало раунда уже началось, и Вэлл все-таки предпочитает попробовать Изида на данной карте. Ну что ж, имеет место быть, но мы говорили о том, что Изида здесь не очень, я думаю, что Фейс сейчас это поймет, точнее, докажет Вэллу, пойдет оденеть необходимый резист, а возможно нет, потому что Фейс предпочитает сейчас возможно все-таки отыгрывать от дропа, именно который выпал на вражеском флагштоке, забирает он дешку, но он... И аптека также действует, но правда аптеку проконтролирует Вэлл. Да, ну тут, конечно, было спорное решение, мне кажется, что в целом оно оправдывает место быть, потому что если бы он взял аптечку на ему не очень-то помогла, а ддшка, в принципе, неплохо сейчас себя показывает и может раздамаживать свое соперника. Конечно, было... минус изидит, что вот, смотри, видишь, Фейс просто ее отстреливает издалека, не может ничего сделать Вэлл. Ну, потому что такая карта, я думаю, что Фейс намеренно сюда пошел, я думаю, что он прекрасно понимал, где нужно играть и как играть против Вэлла. В принципе, если вот так игроки будут стоять до конца раунда, то это только будет на руку Фейса, потому что Фейс уже выиграл два раунда предыдущих и сейчас его все устраивает, он сможет просто вот так тянуть время, конечно, сейчас Вэл действует очень агрессивно, Фейс буквально на долю ХП остается, но успевает прожать аптечку и суметь переиграть своего оппонента, то есть даже при таком высоком резисте, который был одет на Вэлле, а именно хвоя, 48% возможно даже там чуть побольше 49% точно я уже не помню, но по-моему именно 48%, это его не спасает и Фейс успешно обыгрывает своего соперника. Да, это кстати меня удивило, то что Вэл одет хвоя, а Фейс играет у нас в носке, но там две мины очень сильно конечно Фейс помогли, потому что он там у нас тогда пока бегал от Вэлл, и в итоге счет у нас выходит вперед Вэл, ой, то есть Фейс конечно же. Но на самом аптечку и аптечка поглотила весь тамак от мин, и он поехал дальше целый, но просто у него уже не было фейспаум, конечно от Вэлла, демонстрирует он очень хорошее знание карты, но Фейс демонстрирует очень хороший навык сбить траекторию смоки, отлично отработал и скинул своего соперника в пропасть. Но Фейс как я понимаю профильный смоковод клановый вилон, поэтому понятное дело, что он должен уметь играть на ютубшке и демонстрирует хорошую силу, конечно же. Вот снова Вэлл явно не контролирует дроп, вот выпадает у него аптека на испах, мог он ее спокойно подождать, благо играет на изиде и спешить ему некуда. Мне кажется, что Вэлл уже просто доигрывает данный раунд, потому что он понимает, что не так просто будет обыгрывать своего соперника, взяв даже эту изиду. Фейс пытается увеличить дистанцию со своим соперником, подрывается в Вэлл на мине, но Фейс есть аптечка, но забывает она аптечка, которая была у него за спиной, это может быть большой ошибкой для Фейса, если сейчас не парочка удачных критов, то но мина отлично работает. Да, Фейс очень отличная отлично отыгрывает от именно пятого припаса, красиво он его прожимает, вовремя его прожимает, и третий флаг в копилочку Фейса опять-таки уходит. Ну, я думаю, сейчас он что-то оденет этой зиды и оденет пушку, хотя пушку он не хочет переодевать почему-то, ну, он надевает Гризли, Гризли у него прокачена на получается 43 шага, что более чем достаточно и его это вполне устраивает. Но в Гризли имеется такой резист как от смоки, так и от изиты, поэтому Вэл возможно сейчас будет одевать именно рикошет, который у него не очень-то прокачен, либо молот, но он предпочитает одеть рикошет. Ну, в целом, тоже неплохое такое решение, если бы, конечно, Вэл не промахивался по своему сопернику и попадал по нему, то было бы гораздо лучше. Ну, вообще, Вэлконе первый раз, когда делал рикошет, очень, в принципе, неплохо на нем отыгрывал, хотя некоторые шарики, я вижу, не попадают по цели, но, в принципе, довольно неплохая игра. Но, все-таки, Смолка хорошо сбивает рикорию, и некоторые шарики просто не попадают из-за этого. Ну, сейчас он очень четко обижает мину, которую поставил Фейс, и будет, скорее всего, ставить свой второй флаг, если успеет, конечно же. Там у него падает аптека на риск, которую он будет тоже подбирать. И, в принципе, будет фу лоу уже, но Фейс, я понимаю, будет одевать сейчас какой-то, наверное, или тайгу, нет, у него, она не фу прокачка, насколько я помню. А одевает он просто кином. У него прокачано полностью. По-моему, он у вас качает. А одевает он прокачано. Ну, это, наверное, не хочет он искать и морочить себе голову, побыстрее одеть то, что необходимо, и быть, скажем так, в плюсе. Но, Велл тоже не пальцем делан, и меняет свое выражение, берет он смоку сразу же, и сейчас у нас дуэль крома против смоки. Да, правда, у Велла нет резиста и у того нет резиста друг от друга. В итоге в равных все условиях. Правда, у Грома это основной демэж побольше, тем более у Фейса он М4. Единственное, конечно, Фейс, по-моему, зря делает то, что спрыгивает на Веллу, да, потому что спрашивает урон, конечно, тоже проходит по тебе не самый маленький. Сейчас, конечно, флаг ближе к Веллу, Веллу будет доставлять данный флажочек, и счет у нас будет 5-3, то уже в принципе неплохо. Постепенно, постепенно он пытается отыграться, конечно, не все так круто у него получается, предпочитает он взять броню вместо того, чтобы контролировать ремкомплект, который Фейс прекрасно видит, прекрасно контролирует дроп, и в целом у него все куда лучше получается. И, к слову говоря, у нас дуэли с Мокки против Грома, если бы это была игра где-то 2011-го года, то все бы отдали предпочтение Грома, который до ребаланса был, и точнее входил во вторую линейку и наносил он колоссальный урон против Смокки, Смока тогда вообще не была актуальной, и Гром бы тогда зарешал. Но, после того, как разработчики сделали ребаланс всех пушек, поменяли спецификацию их, то сейчас пушки сделались куда интереснее и куда динамичнее. То есть, теперь нету разделения на первую и вторую линейку, что очень так-то интересно, потому что Смока была одной из самых таких интересных пушек, конечно, и простых пушек, но сейчас разработчики все это поменяли и сделали игру куда интереснее. А у нас открывается розыгрыш ключевой основы восклицательный знак припас. Ну и да, ты прав, но в любом случае, Смока все-таки больше рандомная пушка вылетит и крип от тебя, а у Грома есть какой-то полноценный урон, который... Ну и Вол просто выходит скат, очень странное решение от него. Возможно, он понимает, что уже не отыграется, возможно, он понимает, что у него есть КД на переодевание, поэтому он выходит переодеться, но, насколько я понимаю, то он уже не вернется в бой. Ну это, конечно, логично с одной стороны, а с другой стороны, это, конечно, не очень уважительно к своему сопернику, потому что любой бой, который ты играешь, должен быть доигран до конца, потому что фэреплей должен быть всегда на высоте, и игра должна быть всегда красивой до конца. Даже при таком счете, 7-3, это, конечно, не прям разгромный счет, но все равно большой счет, но нужно доигрывать до конца, уважать своего соперника, уважать всех людей, которые все это делали для вас, тоже проводят турнир, и чтобы в целом была какая-то отдача от вас, и вот такой позитивный настрой, позитивно доигранные игры даже при таком состоянии, что вы проигрываете, и заходит, как ни странно, соклан с фэйса Born to Love на карту, но это, конечно, впрочем, это означает, что вообще-то фэйсы сейчас могут дать тп, по-хорошему. На самом деле, да, может сейчас доиграться в фэйс, но мне кажется, что если бы хотел зайти обратно в Эл, то он бы это сделал, хотя за это, конечно, можно дать тп в раунде, да, просто лишить каких-то призовых, потому что это нельзя давать где-то принимаешь участие посторонним лицам, но мне кажется, что при таких доставил флаг, как я понимаю, флаг доставил. Да, доставил флаг, и мне кажется, что при таком вот развитии событий нужно наказывать игроков, это неправильное действие от игроков, конечно, не направлено на троллинг, на какой-то там фан, но это официальный турнир, и это официальная, скажем, ссылка, по которой могут переходить только два игрока, то есть ты и твой соперник, а если по твоей ссылке переходит какое-то третье лицо, то это уже наказывается, и возможно, судя какие-то предпринят действия к фейсу, и возможно, даже дадут ему тп в данном раунде, а если дадут тп в данном раунде, то возможно, еще и будет переигровка, но это мы уже узнаем через несколько минут, но пишут о том, что Born to Love скинули ссылку в чат, если это так, то все будет хорошо, но я не вижу, чтобы здесь скидывали ссылку. Это можно вообще-то легко проверить, я особо не вижу ссылок в чате, откровенно говоря. Ну, на самом деле, я думаю, что судя по наблюдать за данным моментом, предпринят какие-то действия против фейсов, либо не предпринят, как они решат, но Born to Love нам сообщил о том, что скинули ссылку в чат, но я не наблюдаю данной ссылки в чате, поэтому очень странно на самом-то деле. Ну, в любом случае, победа остается пока что. Примечу за фейсом. Будем дальше смотреть, как будут развиваться события, но тем временем, у нас открылся... ммм...